В этом видео хочу поговорить про малолетних воришек. Меня на самом деле уже многие просили снять ролик на такую тему, поэтому это очередное видео с историями из жизни. На самом деле в мои школьные годы было очень много случаев, когда малолетки воровали что-то друг у друга, начиная от конфет в столовой, продолжая деньгами в раздевалках и заканчивая всю какой-то техникой по типу мобильных телефонов. Кстати, в тему о мобилах. Вы, наверное, помните, что недавно я купил себе новый Samsung Galaxy S21 Ultra. И для того, чтобы узнать, где можно купить такой же смартфон по максимально выгодной цене, мы с вами зайдем на e-каталог. Тут все просто. Вбиваешь название модели, которая тебе нужна, и видишь, что, например, цена того же Samsung варьируется от 77 до 114 тысяч. Сравниваем магазины и видим, что в проверенном магазине Stor77, то есть напротив которого стоит галочка, этот смартфон стоит всего 79 кусков. Довольно неплохая цена для топового девайса, согласитесь. И если ты хочешь сам приобрести себе новый смартфон, будь это какой-нибудь бюджетный смартфон или наоборот премиальный, то ссылочка на e-каталог будет в описании. Сравнивайте магазины, читайте отзывы и приобретайте нужный вам товар. Все магазины на этом сайте проверены, и вы точно не наткнетесь на мошенников. Ну а мы с вами продолжаем. Первая история, которую я хочу вам рассказать, произошла со мной еще когда я учился в пятом классе. На тот момент у нас еще не было всяких планшетов, Android-смартфонов, об айфонах-то и подавно никто мечтать не мог, и самой популярной игрушкой среди школьников в то время была PSP. Даже те, кто родились в 2010 году, я уверен, по-любому хоть раз слышали, что это такое. PSP на тот момент времени была довольно дорогой. Стоила она тысяч так десять, а в те времена это была довольно приличная сумма. И поэтому школьники очень ее берегли, потому что понимали, что новую им родители не купят. И вот у PSP была одна очень проблемная деталь. Это задняя крышка, под которой находилась батарейка. И если ты, не дай бог, эту крышку сломал, а сломать ее было очень легко, достаточно было просто хоть раз уронить PSP, то в случае, если крышка ненадежно крепилась к корпусу консоли, то батарейка постоянно отпадала от контактов. Из-за этого, понятное дело, консоль вырубалась. И такое могло произойти в самый неожиданный момент. То есть ты играешь в GTA Vice City Stories, и прямо посередине миссии пиха у тебя вырубается. И вот у одного пацана на PSP также треснула крышка. А как бы вам это объяснить, в то время не так просто было найти запчасти от чего-либо. В крупных магазинах по типу Nvidia или Eldorado запчасти не продавались, а если отдавать туда PSP в ремонт, там стоило это довольно дорого. Поэтому запчасти зачастую искали на рынках. Да и там их, кстати, было найти довольно тяжело. Потому что у продавцов на точках зачастую были сами PSP. Причем рабочие, они не продавались на запчасти. Тогда еще не было никаких авито. Вторичный рынок, это был в прямом смысле рынок. Ну и вот этот пацан в нашем классе решил, что если у него сломалась крышка от PSP, это значит, что ее нужно втихую спиздить у кого-то из своих одноклассников. Но как бы знаешь, если ты вор, то ты можешь быть умным вором, либо тупым. Если бы он тогда поступил по-умному, он бы мог никому из своих одноклассников не сказать о том, что у него сломалась крышка, а просто бы с кем-нибудь втихую эти крышки подменить. Но нет же, он оказался максимально тупым, в итоге прокололся на такой очевидной херне, которую только дурак не заметит. Он сначала всем пацанам рассказал о том, что крышка у него сломалась. В итоге один раз мы возвращаемся с перемены, один пацан достает из портфеля свой PSP и видит, что крышки у него нету. Он тут же подумал на того пацана, подошел к нему и говорит, мол, покажи свой PSP. Тот показывает и говорит, ну вот у меня типа моя крышка сломанная. Тот говорит, ну ладно, верю. И что вы думаете, на следующий день тот пацанчик приходит с новой крышкой. Я имею в виду тот, у которого она была сломанная. Тот пацан, у которого крышку украли, тут же это заметил. К этому пацану подошел и спрашивает у него, слушай, а откуда у тебя новая крышка от PSP? Тот ему отвечает, ну вот у меня вчера брат на рынок ездил, он мне там новую купил. Второй пацан ему говорит, ну-ка покажи свою PSP. И тут просто представьте, на чём этот придурок прокололся. Сама PSP у него по цвету была чисто чёрной, а крышка была такой сероватой, выцветшей. Второй пацан берёт свою PSP без крышки, сравнивает цвет, и у того пацана, у которого эту крышку украли, PSP как раз была такого серовато-выцветшего цвета. Он ему говорит, ах ты ж крыса. Тот тут же начал отнекиваться, говорит, да нет, это мне брат вчера купил новую на рынке. Тот ему такой, да, серьёзно? На следующий день после того, как у меня спиздили крышку, тут мы все поняли, как уж он крыса и одновременный идиот. Я не знаю, дебил, мог бы хоть две недели подождать, чтобы с этой крышкой в школу прийти. Или не знаю, просто никому о своей сломанной крышке не рассказывать. Затем найти какого-нибудь пацана, у которого PSP такого же цвета, как у него, то есть такого глянцевого чёрного, не выцветшего, и просто втихуе эти крышки подменить. То есть себе забрать его нормальную крышку, а ему поставить свою сломанную. Чтобы тот думал, что это он сам себе крышку сломал. Чтобы вы понимали, я, конечно, такие действия осуждаю, но если ты чё-то делаешь в крысу, делай это хотя бы по-умному. Следующая история у нас, как один дебил приноравился воровать еду из столовой. И нет, причём не у пацанов воровать, а прям с прилавка, пока буфетчица не видит. Помню, у нас в то время в столовой продавалась пицца по 25 рублей. Бля, пицца по 25, золотые времена были. И пицца лежала на противне рядом с прилавком, где лежали шоколадки. И вот этот чувак в час пик в столовой, когда буфетчица была отличена на ребят, воровал пиццу с этого противня. И тут, как обычно, всегда всё начинается с малого. Сначала воровал по одной пицце, и, разумеется, этого никто не замечал. И ещё просил двух-трёх пацанов его прикрыть. То есть, чтобы они стояли сзади него, и чтобы никто этого не видел. А потом, как это бывает со всеми людьми, кто ступил на кривую дорожку, обрёл уверенность в себе и начал воровать по-крупному. И в итоге он начал разово выносить по 5 пицц с этого противня. Буфетчица, разумеется, это заметила, и в итоге один раз подговорила дежурных по столовой, чтобы те внимательно за этим противнем следили. В итоге этот пацан, как обычно, зашёл в столовую, схватил 5 пицц, и уже направлялся к выходу, и тут дежурные старшеклассники его задержали. Он сначала им пытался доказывать, что он нихрена их не украл, что это его пацаны вообще угостили. Ага, зашёл в столовую через 3 минуты, вышел оттуда с 5 пиццами. Ну, пацаны угостили. И я тут местный вор в законе, мне всей школой дань платят. Потом это был вообще пиздец. Его отвели к директору, потом вызвали родителей в школу. На нескольких последующих уроках он вообще не появлялся. В итоге пришёл вообще весь заплаканный. Который учился на класс старше нашего. Этот класс был вообще одним из самых отбитых в школе. Которому учились самые такие отпитые бодваны. И вот у них в классе был очкастый пацан, которого постоянно все булили. И вот один раз он спалился на том, как ворвал деньги в раздевалке. Делал он это, как потом узнали, следующим образом. Он во время перемены приходил в раздевалку, брал с вешалки свою куртку, свою куртку он держал в одной руке, а другой рукой он лазил по карманам в куртках своих одноклассников. И вот пацаны стали замечать, что довольно часто у них из курток пропадают деньги. А тот пацан, который эти деньги воровал, вообще был из бедной семьи, и он каким-то странным образом зачастил буфет. Причём покупал он в этом буфете кучу шоколадок, всяких пицц и прочего. Пацаны это заметили один раз, втиху и решили за ним проследить. Но правда сделали это по-умному. Те пацаны тогда были в седьмом классе, и они тогда подкупили за шоколадку одного школьника из четвёртого класса, чтобы тот на перемене следил за этим пацаном. Потому что, ну если бы за ним начали следить пацаны из его класса, он бы уже насторожился и чё-то просёк. А как бы пиздюк из четвёртого класса не вызывал никаких подозрений. Его, значит, тот пацан направился в раздевалку за очередным уловом, четвероклассник, разумеется, пошёл за ним, а все пацаны спрятались за углом. Его, значит, когда тот начал лазить по чужим курткам, четвероклассник пиздюк махнул рукой, и пацаны тут же к нему подбежали и начали спрашивать. Ну и, собственно говоря, какой хер это тут делаешь? Он тут же начал отнекиваться и говорить, пацаны, да я вот из своей куртки хочу деньги достать. Ну и в руке у него, разумеется, была своя куртка. Те подзывают этого четвероклассника, и тот говорит, что он видел, как он лазил по чужим курткам. Тот начал опять отнекиваться и говорить, да что вы меня подставить, что ли, решили? Ему говорят, выворачивай карманы. Он говорит, зачем? В итоге его насильно, короче, заставили карманы вывернуть. И там оказались деньги. Они спросили у этого школьника, в какой куртке он лазил. Тот им сказал, вот в той красной. В итоге хозяин этой красной куртки лезет в свои карманы, и денег он там не обнаруживает. В итоге я не буду рассказывать, что с этим пацаном было дальше, потому что правила Ютуба это не пропустят. Ну а я вам скажу вкратце, что досталось ему знатно. И впредь у нас в школах повесили камеры, эта ситуация дошла до учителей, и больше у нас, понятное дело, в раздевалках никто не воровал. Потому что такого человека отследить по камерам было бы очень легко, так как камеры были направлены в каждую раздевалку. И мне кажется, пора бы уже этот ролик заканчивать. В общем, что тут хочу сказать по итогу. Вы, наверное, ждете сейчас от меня каких-то отеческих норовоучений о том, что воровать это плохо. Нет, такого не будет. Я хочу уже наконец-то избавиться от репутации учителя очевидных вещей для школьников. То, что воровать это плохо, это абсолютно очевидная вещь. И от того, что я ее скажу, не поменяется ровным счетом ничего. У кого нет совести и моральных принципов, тот пойдет и будет воровать. И такого учить это, что мертвого лечить. Ну просто для всех скажу, что любой воришка рано или поздно спалится. Потому что если человек украл что-то один раз, он захочет украсть во второй раз. А дальше он уже обретет уверенность в своих силах. И в следующие разы будет воровать уже не так осторожно. И в итоге на чем-нибудь, да и проколется. И еще ему очень повезет, если это будет мелкая кража по административке. Что ж, а на этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И обязательно жмякайте на колокольца, чтобы не пропустить мои следующие видео.